Привет всем! В этом видео вы увидите весь мой путь к миллиону, который получилось записать для вас. Начал я свой марафон 18 июля, а закончил 2 сентября. И за все время чистыми получилось заработать 1 миллион 774 рубля. Вся торговля у меня заняла до 7 часов. Это если не считать то время, которое я потратил на поиск сигналов. Всем приятного просмотра! Я себе поставил цель, что в этом месяце я заработаю, конец этого месяца и следующий месяц, я смогу заработать миллион рублей. За 2 месяца вот вместе. Вот сегодня у нас какое? 18 число, конец июля и за август я себе планирую заработать миллион рублей. Я это смогу заработать, потому что я в себе уверен, я знаю, что я смогу эти деньги заработать, так как я очень безопасно торгую, так как я торгую в определенных ситуациях. Вот здесь пин баржа ж был, ну как такой, был такой разворот. Ставим, 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 сейчас произойдет разворот. Не успел, не успел. Так, все, отлично. То есть вот эти вот сделки мы догоном добьем, это по-любому мы добьем догоном эти сделки. Так, немного так опасно, но все должно зайти. Можно было, конечно же, зайти на где-то на 2 минуты, на 3 минуты. А, говорил, что в прошлом месяце я подслил 700 тысяч, 770 тысяч. Произошла у меня просадка. Я уже просто хотел добить, хотел добить до 300, чтобы прошлый месяц у меня закрылся. Но немного пожадничал. Ну и так хорошо, я в прошлом месяце заработал сколько там, 230 тысяч. Отлично, закрылось. Видите, вот уровень, видите, уровень. Ниже не опускается, можно смело еще одну поставить. Видите, бьется, бьется на уровне, значит сейчас будет отскок. Отлично. Иди сюда, родной. Давай, давай, зайди. Что у нас, возврат дали, отлично. Мы даже не потеряли первую сделку. Смотрите, какой был жесткий уровень здесь. Раз не пробило, два не пробило и третий раз не пробило. Одна есть. Боже, какой приятный звук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть на девять. Шесть на девять, пятьдесят четыре. Пятьдесят четыре. Минус, минус десять. Сорок четыре. Сорок четыре тысячи заработали. Давайте на десяточку зайдем. Если что, будем догонами добивать. Ах, жестко, жестко, ничего страшного. Да что же это такое? Отлично. Зашли. Зашли на тридцать. Ну, видите, на этом, вот здесь вот догонами вы не особо добьете, потому что каждая сделка открывается на одну минуту. Это нужно на тайме, на тайме нам было ставить. Передios. Н ανтонии. Через livre. С возможностью. Вот. Присо. С Cargo. Присо. 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 Ра. Присо. 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 Так, одна сделка у нас зашла, получается, да? Давай, давай, здесь должна вот сюда вот произойти просадка. Отлично, еще ниже, вот оно. Так, давай, давай еще вот эту вот сделку захвати, давай, давай, захвати вот эту вот. И я, конечно же, немного нервничаю здесь. Захвати, захвати вниз. Да куда? Есть, есть, есть. Возврат дали, или закрыли. Да, отлично, одну дали возврат. Опасно было, блин, вот эти вот скачки. Так, так, так. Пока ничего не хочу говорить. Так, вот. Восемнадцатого я закончил, и вот начал двадцатого. Значит, считаем, сколько у нас сорвалось сделок. А, да только две сделки сорвались, блин, жестко. Видео я уже записал, и сейчас я вам его буду комментировать. Видите, коридор. Видите, я нарисовал две линии поддержки сопротивления, и сейчас вот зашел в сделку. Опустился график, я зашел в сделку. Вот, произошел, произошло еще пробитие, отскок вниз, и я еще захожу вот на двадцать тысяч рублей. Видео уже записано, но, смотрите, как я записываю видео. Вот, если я нахожу определенную ситуацию, да, вот я ищу, 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 и я вот не подготовился к записи, тогда я сразу включаю запись монитора, торгую, и потом уже вот записываю вот это вот видео, и комментирую уже свою торговлю. Но я, бывает, и подготавливаюсь. Вот, например, как я записывал видео с Китая. Я уже настроил камеру, сел перед камерой, включил график, и ищу ситуацию, только ищу ситуацию. Только я вижу определенную ситуацию, нахожу, вижу коридор, ищу самые-самые лучшие сигналы, включаю уже запись камеры, включаю запись монитора, и тогда уже торгую, и тогда уже получается онлайн-торговля. Вот только что чуть не было бы закрытия, но график все, как нам нужно, выстреливает в нужную вам сторону. Вот так вот я записываю видео. А сегодня просто комментирую. Еще раз повторяю, что я торгую только по своей стратегии. Только с помощью своей стратегии я зарабатываю. У меня одна стратегия – это скальпинг. Вот, видите, я выставляю время экспирации уже. Беру экспирацию. Для чего беру экспирацию? Чтобы сделки, если с догонами, да, они закрывались в одно время. Вот, видите, вхожу на повышение. Если что, буду брать догоны, чтобы сделки у меня закрылись в одно время. Потому что вот на экспирации, как, вот видите, до покупки у нас там сколько? 15 секунд остается. Еще можно делать догоны, и сделки закроются в одно время. Так как на Бенома. А на тайме вам уже нужно ставить, например, если хотите, там на 5 минут, чтобы догон зашел в то же время, когда уже график проходит, вам уже нужно на 4 минуты выставлять тайм. Ну, тайм тоже очень удобная штука. Такое только есть только на Олимпе. Ни у одного брокера нету тайма. Здесь пока поставил вот одной сделкой. Видите, просто график, почему я здесь, например, не поставил там 30 тысяч. Видите, график немного вот так вот сужается, значит, скоро может произойти какой-то разворот. Или пробьет вверх, или уйдет вниз резко. Пока вот, видите, падает волатильность. Здесь особо рисковать не нужно. Потому что, видите, уже коридор был очень долгое время. Вот что и могло случиться. Видите, я уже здесь смотрю, смотрю. Но все-таки, видите, когда график бьется, бьется, бьется долго на одном уровне, в 80% происходит отскок. Ну и вот все происходит, как нам нужно. Знаете, многие говорят, что я в этом рискую, уже ставлю. Народ, я уверен в своей стратегии, я уверен в своих сигналах. Я сказал, что я смогу заработать миллион рублей за следующий месяц. Наверное, даже до середины августа я уже смогу заработать. Я в этом уверен, я сказал, я это сделаю. Рисковать нужно с умом. Не так бросаться, да, рисковать там. Все или ничего, все, жизнь потеряна. Нет, нужно просто с умом рисковать, и все у вас тогда будет получаться. Завершили мы с вами торговлю. Вот, посмотрите, сделали мы 4 сделки. И получилось, сколько, 4 минуты и 7 минут 14. Да, за 3, за 4 минуты заработали 36 тысяч рублей. Вот график подходит к уровню сопротивления. И я ставлю в обратную сторону. Здесь все понятно. И также, как получилось найти у меня этот коридор. Смотрите, когда идет долго нисходящий тренд, вот идет, идет нисходящий тренд, вот как раз это вот этот случай. Потом график идет в определенное затухание. Идет тренд, и график идет в затухание. Вот тогда-то и начинается хайдор. Такая же ситуация с восходящим трендом. Идет график долго на повышение, потом идет на одном уровне, и вот тогда-то опять начинается флэт. Вот тогда-то нужно входить. И не заигрываться вовремя, с него нужно выйти. И как выходить, я расскажу вам немного позже. Покажу вам ситуацию, где я вышел. Здесь, видите, все нормально. Поставил я две сделки по одной минуте. Одной минуты здесь достаточно, и сделки у нас заходят. Спасибо, народ, что следите за... Как я прохожу свой путь к миллиону. Всем спасибо за поддержку. Итак, сделки у нас заходят. Переходим дальше. Видео уже записано, это я комментирую. Здесь я немного ускорил. Смотрите. Опять же, график коснулся уровня сопротивления. И опять ставлю на понижение. Здесь все понятно. Видите, я нарисовал для вас две линии, чтобы вам было проще. Здесь, видите, все продолжается, как нам нужно. Работаем дальше. Так, здесь ситуация. Смотрите, график коснулся линии поддержки. И я поставил пять тысяч на две минуты. Почему я поставил на две минуты? Потому что я подумал, что график может еще опуститься немного ниже. И я перестраховался, выставил больше времени, поставил на две минуты. Но все идет вот как нам нужно. График продолжает идти на повышение. Видите, я уже поставил на пять тысяч. То есть я уже заработал то, что мне нужно с десяти тысяч. И сейчас я как бы не рискую. Уже иду, планирую выходить с рынка. Вот ситуация. Я поставил на две минуты две сделки по пять тысяч. Потому что уже график немного сдает позиции. Видите, еще подстраховался по одной минуте на пять тысяч, чтобы все сделки закрылись в одно время. Смотрите эту ситуацию, народ. График идет все ниже и ниже. Это признак того, что нужно уходить с флета. Нужно уходить с коридора и заканчивать торговлю. И вот здесь я заканчиваю торговлю. Итак, что же у нас в итоге получилось? Здесь вы видите девять сделок, да? Но я начал запись вот с восьмой сделки с двенадцатой минуты. С двенадцатой минуты и закончили в двадцать одну минуту, в двадцать две. То есть за десять минут мы, получается, грубо говоря, да, за десять минут мы заработали три на девять и двадцать семь и пять сделок по четыре с половиной. Сколько это? Двадцать две пятьсот. Сорок девять. Сорок девять пятьсот получилось у нас заработать. Так, зеленая, зеленая. На понижение, блин, не успел. Отлично. Все, больше заходить не буду. Боже, насколько я зашел. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все, все, здесь все шикарно. Главное успеть. Боже, как же я нервничаю. Я успел на эту новость. Я ехал в такси, еще было пятнадцать минут до новости. Я боялся, что будет пробка, что я не успею. Боже, как же я доволен. В этом видео я вам буду рассказывать, как вовремя уходить с флэта. Как вовремя выходить с коридора. Итак, видите, я заключил одну сделку на десять тысяч. Что у нас на графике? Вот линия поддержки. Все, как обычно. Линия сопротивления. Пробивает линию. И я захожу на понижение. Давайте перейдем к вопросам. Многие спрашивают, на каком таймфрейме ловить скальпинг. На каком таймфрейме ловить коридоры. Народ, на всех таймфреймах есть скальпинг. На всех таймфреймах вы можете выставлять. Кстати, вот видите, да? Какая здесь у нас была ситуация. Был нисходящий тренд. Резко произошел пробой. И потом затухание. И вот в этом затухании я начал ловить коридор. Зашел я, кстати, немного поздно. Итак, вернусь. Скальпинг есть везде. На пятиминутном, на часовом, на дневном. Просто на пятиминутном вам нужно заходить на пять минут, на часовом, на один час, на дневном, на один день. Итак, сделка у нас закрылась. Все отлично. Здесь я жду опять сигнала. Сейчас я уже, кстати, планирую уходить, уходить с рынка. Позже вам расскажу, почему. Жду опять пробоя. Хочу еще зайти на одну сделку. Вот идет пробой. И я захожу еще на 10 тысяч на понижение. Почему уже нужно в этой ситуации уходить с рынка? Потому что, смотрите, график у нас все выше и выше отдаляется от уровня поддержки. Это признак того, что скоро произойдет разворот. Признак того, что скоро произойдет пробитие. В принципе, в этом случае так и случилось. Вот я удалил линию. Уже перерисовываю линию. Итак, запомните, народ, что скальпинг есть везде. Линии для часового таймфрейма. Свои линии поддержки и сопротивления. Для минутного свои. Для дневного свои. Просто я торгую на минутном. Просто на минутном намного проще, намного быстрее ждать прибыли. Намного проще для вас снимать видео. Вот, смотрите. Вот, была опасная ситуация. Ну, все нормально. Сейчас вот он опустится, опустился. И мы забираем прибыль. И мы в плюсе. И вот, видите, да? График уже с каждым разом отдаляется. Идет на повышение. И я принимаю здесь решение уйти с рынка. Кстати, был такой вопрос. Пользуюсь ли я Мартингейлом? Народ, не пользуюсь. Мартингейл мне здесь абсолютно не нужен. Почему? Потому что, если вовремя зайти в коридор, вовремя выйти с коридора, у вас 5 из 5 или 10 из 10, у вас все сделки зайдут. Сейчас опять для вас секундный скальпинг. Видите, здесь нужно ловить ситуацию. Вот, я зашел на 30 тысяч. Словил, резко словил просадку и зашел на 30 тысяч. Видите, когда у меня эта ситуация произошла без 20-12. В основном такие ситуации больше, больше всего они встречаются ночью. В 12, в 2 часа ночи, в 3 часа ночи. Но это была пятница. Да, походу, это была пятница. И как раз уже закрывался рынок. И вот, опять словил пик и зашел на понижение. Вот видите, вот такие вот графики, они в основном под конец уже торгового дня идут, когда график строит вот такие вот дома. И видите, какая разница в пунктах. Всего лишь 5-10 пунктов у нас разница. И здесь даже реально нужно предугадывать, нужно наперед ставить. Отлично, заходит у нас сделка. Опять поставил на понижение. Видите, от этого уровня уже график отбивался. Здесь я хотел словить коридор, поставил еще 10 тысяч на повышение. Вот, смотрите, резкий пробой и я захожу на 30 тысяч. Потому что, видите, на этом графике, на этом уровне уже цена была. И видите, такую же ситуацию. Она уже отбилась от нее. И я решил на этом сыграть. Здесь я хочу, чтобы вот реально зашли все сделки. И здесь нам дают возврат. Ничего страшного. Вот верхняя у нас заходит. И три тоже сделки у нас на понижение заходят. Самое сложное здесь вот не заигрываться. Видите, я уже смотрю ситуацию, пока здесь нету куда входить. Вот даже я здесь заигрался. Нужно уже было остановиться и уйти с рынка. И так, сколько заработали. Но я продолжаю играть, пока график позволяет. Ну вот, происходит просадка. Я заключаю еще вот две сделки. Ну, я вот так себе думал, да, пока график позволяет, нужно зарабатывать. Плюс через сколько там, через 15 минут рынок бы уже закрывался. Так что я по-любому бы ушел с рынка. И у нас одна сделка заходит, одна сделка не заходит. Видите, немного неудачно открыл. И вот здесь я открыл удачно. То есть, одно удачно, две неудачно. И здесь вот, и здесь вот в этой ситуации, видите, уже такой тревожный звонок. Я себе думаю так, вот если вот эти вот три сделки сейчас не заходят, все, точно прекращаю торговлю. Ну что вы думаете, эти три сделки у меня зайдут? Я просто обожаю вот такие ситуации. Если вы видите такую ситуацию, ловите ее, видите, опять же, три сделки у меня заходят. И вот видите, здесь я уже смотрю, сколько заработал, и уже думаю, блин, реально уже нужно остановиться. Но все-таки я продолжил здесь. Здесь, пока видите, я жду, вот ситуацию подождал, и поставил на повышение. И думаю, вот если вот эта сделка не зайдет, все, я уже останавливаюсь. Но эта сделка как раз вот сейчас будет пип, подъем. Вот происходит отличный подъем, я думаю, опять эта сделка заходит. Но здесь эта сделка не заходит, и я принял решение здесь закончить торговлю. Сейчас буду комментировать свою торговлю. Итак, одну сделку поставил, вторую поставил. Сейчас произойдет еще просадочка, я поставлю третью сделку. Вот, ставлю третью сделку, и теперь буду вам комментировать, почему я именно так вошел в сигнал. Итак, смотрим. Видите, был уровень. Два раза уровень не пробит. Одно касание, чередование свечей. Видите, второе касание, чередование свечей. И уровень не был пробит. Это отличный признак, что сейчас будет разворот тренда. Итак, вот вы видите первый уровень. И я уже зашел как бы от второго такого уровня, такой мини-уровень. Там у нас свечи по одной минуте, здесь у нас свечи по 15 секунд. Видите, была тенденция. График уже от главного уровня отбился. Пошло повышение, просадка, повышение, просадка, опять повышение, опять просадка. То есть цена никак не может, то есть опуститься не может. Это хороший признак того, что произойдет повышение. И вот на третьей вот точке, видите, я вошел на 5 минут на повышение на 30 тысяч рублей. Вот здесь я отлично вхожу, не вошел. Опять вхожу, опять неудачно вошел. И третью сделку, видите, опять тоже неудачно заключил. Скажу вам следующее. Здесь, на всех платформах, где вы бы не торговали, Binomo, IQ Option, Alink Trade, везде будут задержки. Это не от интернета зависит, они будут всегда. Вот в каждую секунду вы ни на одной платформе не сумеете поставить. Так что, а здесь именно как раз, вы видите, какая разница в пунктах, видите по 5 пунктов. Вот, вон 75, 80, 85, 90. Все идет по 5 пунктов. Видно, здесь важно ловить каждый-каждый шаг. И вот здесь я неудачно заключил. Первые две сделки, третью вообще неудачно. Но график опускается, все идет как нам нужно. Первые две сделки вот закрываются. И третья, третья, третью закрыли нам. Опять хорошее касание нижнего уровня. Две сделки зашел отлично, третью не очень. Так, пока на втором уровне. Вот видите, на втором уровне я ничего пока не заключаю, потому что... Потому что может пойти дальше. В чем заключается стратегия, многие спрашивают. Ну, что здесь непонятного? Рисуйте себе уровни. Как рисовать уровни? Я думаю, это понятно. Еще планирую записать отдельное видео, как я рисую эти уровни. Вот здесь затухание. Видите, нижний уровень самый сильный. Сколько раз цена его пыталась пробить и пробить не смогла. Верхний уровень. Самый-самый верхний. Третий, вы тоже видите. Одно касание, второе, третье, четвертое, пятое. Пять касаний, цена не пробила уровень. Можете смело рисовать вот линию. Так, здесь у нас... Здесь у нас две убыточные и одна прибыльная получилась. Видите, но вот видите, не везет, потому что тяжело здесь. И когда вот такие резкие скачки, да, ну, и вы плюс не успеваете нормально поставить. Но все работает. Вы видите, уровень держится. Нижний уровень самый сильный. От него цена отскакивает очень хорошо. Просто здесь, видите, мы торгуем на минутке. И вот, может быть, могут быть такие вот неудачи. Вот здесь отлично. Две сделки захожу хорошо. Третью зашел отлично. Четвертую. Не успел нормально войти. Пятую зашел хорошо. И шестую опять выпрыгивай, да, немного неудачно зашел. Кстати, здесь ситуация. Видите, график с каждым разом опускается все ниже и ниже. Чему я вас учил? Это признак того, что скоро может произойти такое вот затухание. И график оборваться, пойти, пробить линию поддержки и уйти вниз. Вот видите, даже можно, вот именно мне нравится, что можно продать сделку. В случае неверного прогноза можно продать сразу же. Не нужно заходить в сделки продавать, а можно продать сразу же на торговом окне. Но видите, какой здесь сильный уровень. Вот цена много-много раз касается и не может его пробить. И здесь все отлично. Одну сделку нам дают возврат. И все остальные у нас в плюс. Так, вот сегодняшняя торговля. Один возврат, одна неудачная сделка. И четыре выходит сегодня неудачных сделок, что-то много. Вон, отличная серия у меня прошла по 20 тысяч. Как раз в это же время просто запись не включил, торговал. И вот та история, когда торговал при записи. Всем привет. В этом видео я опять буду комментировать свою стратегию. Буду комментировать скальпинг. Видите, здесь у нас ситуация. График шел вниз и затухание. А вот здесь у нас ситуация. График шел вверх и опять получилось затухание. Немного позже я отдалю, покажу вам. Так, я заключил одну сделку на одну минуту. Но понял, что на одну минуту это мало. Вот, поставил на две минуты, заключил еще одну сделку на две минуты. Уровень здесь сильный. Заключаю вот на три минуты. Вот, видите ситуацию. Было повышение. И затухание у нас здесь. Сильный уровень поддержки. И здесь я вхожу на повышение. Видите, здесь на минуту мало, потому что график долго бьется. Выставляю на три минуты. Вот, на просадке заключил на повышение на три минуты. И еще одну сделку на повышение на три минуты. Так, первая сделка у нас на минуту не зашла. Как раз получилось, вот видите, на двух валютных парах. На новозеландце иене и на евро-долларе. Так, здесь я не успел зайти. Видите, пока там заходил, график уже вскочил. От уровня сопротивления. Вот здесь, видите, достаточно будет минуты. Видите, здесь я выставил минуту. Потому что резко-резко прыгает. Нужно нам успеть. Вот здесь. Отлично. Подошло к уровню. Я быстро заключаю сделочку на одну минуту. Здесь график долго бьется возле уровня сопротивления. И на три минуты нету смысла заключать. Может его просто пробить. Так, здесь у нас подходит к концу сделка на две минуты. Вот, в самый последний момент опасно. Но сделка закрывается. Переходим на евро-доллар. Здесь тоже все отлично. Тоже, кстати, сейчас будет опасная ситуация под конец. Вот, то, что я говорил. Видите, график уже не опускается к уровню поддержки. Так что здесь нету смысла заходить на три минуты. Просто может пробить и пойти дальше. Закрывается у нас сделка. На одну минуту. На евро-долларе. Видите, здесь уже не хочу рисковать. И ставлю на 10 тысяч. Вот здесь ставлю на 10 тысяч. Это ситуация, когда график все дальше и дальше от уровня поддержки. Может пойти сейчас восходящий тренд. Здесь все идет как нам нужно. Правда, нету такого резкого подъема, как я ожидать хотел. Ну, первая сделка на три минуты закрывается. Хорошие просадки просто вошел. Вот, видите, график не хочет опускаться. А возле-возле-возле уровня начинает биться. Это уже опасно. Заходить здесь нету смысла. На крупные суммы, я имею в виду. И в последний момент, видите, сделка у нас не заходит. И вон, вы видите, зашли наши две сделки на три минуты. Заключаю на 20 тысяч. Опять жду вот этого кармана. Вот, не советую торговать вот в такой ситуации. Также, вот видите, я хочу торговать на DAX. Видите, кстати, где я торгую? На DAX на германском индексе и на американской бирже на SDAQ. Здесь у нас сильный нижний уровень. Видите, идет затухание. Очень маленькая волатильность. Я жду, когда уже подойдет график к линии, чтобы зайти на повышение, потому что здесь разворот. Здесь на повышение можно было заходить на 5 минут. Вот, опять пик идет и опять заключаю на 20 тысяч вниз. Вот это опасная торговля. Видите, здесь уже происходит разворот тренда. И, кстати, я вам скажу, что в будущем этот график пойдет вверх. Я вот стараюсь ловить вот эти вот карманы. Пик, карман, пик, карман. И я в них стараюсь заходить. Видите, одна-две минуты. На 3-5 минут нет смысла заходить. Так, хотел обсудить с вами очень важные вопросы по поводу лимитов. Люди говорят, что, мол, есть какие-то лимиты, ограничения. Народ, я торгую вот этот вот у меня счет. Чисто счет, как я показываю вам, как я иду к миллиону. Я на этом счете торгую, ну, не знаю, раз в неделю я на этом счете торгую. Я заработал свою сумму и ушел с рынка. В конце видео я вам покажу сделки. Вы посмотрите дату. Вы все там сможете увидеть. Пожалуйста, внимательнее вот это вот смотрите. И, кстати, вот эту вот торговлю я начал после того, как закончил торговлю на безрисковых сделках. Увидите там дату. И раз в 7 дней. Конечно же, я, бывает, торгую на этом счете вне записи видео. Но в основном этот у меня счет только для записи видео. Только по своей стратегии, по скальпингу я все объясняю. Ну и мой марафон, конечно же, к миллиону. Так, здесь у нас одна заходит, вторая заходит, третья заходит. Все отлично идет. Словили мы вот этот вот карман. И последняя сделка тоже зайдет. Вот сегодня, кстати, видите, торгую не на валютных парах. ДАКС это индекс, походу, германский индекс. Он там какой-то берет среднее значение цен акций крупных компаний. И в ДАКС, кто входит в ДАКС? Ну, BMW европейские. BMW, Adidas. Сейчас я торговал. Вот эта вот торговля была записана 30.08. Прошло 7 дней. Какая агрессивная торговля? У меня получается 500 тысяч в месяц. Это по 16 тысяч в день. Это что, агрессивная торговля? Так. На повышение не успел. Ждем коррекции. Очень переживаю. Нужно дождаться коррекции. Все, не буду заходить. На 100 тысяч хватит. Здесь все пошло лучшим образом. Цена отыграла, потому что все новости в красном цвете. Доллар понижается. Евро повышается. Все шикарно. Видите, график как раньше. Тоже не мог опуститься. Здесь принимаю решение, что 2 минуты было мало. Принимаю решение заключить на 3 минуты. 2 сделки вот заключил на 30 тысяч. По 30 тысяч. И еще одну сделал на 30 тысяч. И еще одну сделал на 30 тысяч. И так у нас здесь опять опасная ситуация. Никак не хочет график покинуть уровень. Вот здесь я увеличиваю, чтобы посмотреть. И все отлично. Первая сделка заходит. Вторая заходит. И третья сделка тоже зайдет. Здесь выстреливает. И закрывается на повышение сделка. Выстреливает вниз. И закрывается на понижение сделка. Тоже закрывается в плюс. И это в плюс. Вот это будет в плюс. И последняя сделка у меня закроется в минус. Итак, давайте подведем итоги. Получилось заработать. Начал я свой путь к миллиону. Вон, 132 274. Миллион 132 274 рубля. Начал я свой путь 18 июля. Со 131 500 рублей. А заработал на 2 сентября 132 274 рубля. Получилось заработать за это время 1 774 рубля. Вот такой вот получился марафон. Всем хочу сказать огромное спасибо за то, что верили в меня, за то, что поддерживали. Желаю всем больших заработков. Удачной торговли. Спасибо за просмотр. Всем пока.